я рада сегодня вас всех видеть на нашем первом заседании круглого стола это у нас новый проект пока все собираются в комнате я немножко расскажу об этом проекте будет выходить по понедельникам в 19 часов мы будем приглашать сюда интересных людей разных и будем вести беседы задавать вопросы мы собрались на площадке и надпродукт подружиться и надпродукт организована 5 марта 2014 года скоро будет ровно два года момента создания скоро мы будем праздновать двухлетие миссия содружества дать научить пользоваться инструментами интернета каждому человеку в пространстве человеческого общения как для бизнеса так и для общения и для удовлетворения творческих потребностей сегодня содружества предлагает широкие возможности для роста и развития людей здесь каждый человек может найти себе занятие по функции можете подтвердить вот кто действительно собрались ли у нас кто действительно нашел здесь единомышленника кто чему-то научился напишите пожалуйста в чате здесь есть немало социальных проектов которые понравятся творческим и креативным людям и вот родной про один из них я хотела бы рассказать немножко подробнее это творческая гостиная доброслов где можно провести вечер в кругу людей которые любят и ценят слова которые наслаждаются чтением психов и позы современных классических авторов очень долгое время дело в том что мы забывали конечно о том что здоровье это бесценный подарок данные нам природы всевышним создателям и очень часто случается такое что день и ночь мы работаем и зарабатываем деньги и совсем не думаем о своем здоровье то есть мы не дыхаем мы работаем на износ едим мы что попало и вот приходит момент когда приходится расплачиваться за это я уже не говорю о том что и экология у нас часто подводит и вдыхаем мы порой не то что полезно нашему организму так что долгое время мы забывали о своем здоровье и только когда организм начинает сигналить и есть проблемы мы хватаемся за голову и спрашиваем что вы делаете есть такая пословица половину жизни мы тратим свое здоровье чтобы заработать деньги а вторую половину жизни тратим деньги чтобы вернуть здоровье напишите согласны ли вы с этим может быть у кого то по другому и правда что делать когда многим из нас уже далеко за двадцать денег мы заработали а здоровье здоровье как то вот не сохранили меня тоже интересует этот вопрос поэтому сегодня у нас очень замечательный гость очень интересный человек сертифицированный коуч нового кода практикующий врач 35 летним опытом работы руководитель центра обучения содружества энэк продюсс мифама нина кучерского этот человек который посвятил много лет изучению именно здоровью и сегодня она готова поделиться с нами интересными и проверенными методиками от еврейских адресов мифама провела огромную колоссальную работу по сведению воедино различных методик и способов поддержания здоровья она уверена что можно легко и просто быть здоровым и для этого нам нужны какие-то особые затраты и много времени и так сейчас я задам все ваши вопросы которые вы мне прислали на почту которые мне прислали в skype а пока поприветствуем нифама нина кучерская нифама прошу вас первый вопрос скажите пожалуйста неужели на самом деле действительно можно вот так просто и легко восстановить свое здоровье ведь мы же на протяжении многих лет занимались тем что ну не пользу приносили своему здоровью неужели можно все исправить измеряя себя голоданием диетами и прочими астетическими методами вот так сразу с места в карьер добрый вечер добрый вечер как меня слышно как меня слышно от 0 до 10 пожалуйста благодарю благодарю спасибо света за прекрасное представление у меня с места в карьер можно ли легко и просто исправить то что мы портили многие годы нет быстро легко и просто исправить то что мы портили многие годы сложно хронические болезни которые мы зарабатываем себе неправильным образом жизни в течение жизни примерно такой закон год болезни нужно исправлять правильным образом жизни примерно месяц то есть если мы 10 лет набирали свой вес то 10 месяцев нам нужно будет этот месяц вес нормализовывать когда я говорю легко и просто это если образ жизни вот именно стал образом жизни когда мы не думаем о том что мы сейчас занимаемся здоровьем есть даже такие шутки что те кто ходит в спортивный зал живут на 10 лет дольше при этом в спортивном зале они тратят 15 лет или что-то в этом роде вот я против таких мероприятий которые отнимают у нас жизнь которые мы делаем ради здоровья то есть мой тезис что ли то что я говорю что здоровье так же как тело физическое как наша эта жизнь дана нам для того чтобы мы здесь в этом физическом мире что-то сделали и к сожалению так создано может быть это к счастью что мы придя в этот мир мы свою цель прихода в общем то четко конкретно не знаем мы весь всю нашу жизнь пытаемся нащупать понять в чем наша цель жизни кто-то знает кто-то знает религиозные люди как правило знают или думают что знают в основном человечество ищет и Всевышний приведя нас в этот мир он нам все время подсказывает он нам какие-то подсказки дает что мы должны какие уроки мы должны выучить что мы должны сделать в этой жизни и тело наше и здоровье наше это инструмент инструмент для исполнения вот нашего этого задания нашей миссии и как любой инструмент хорошо сделанный а Всевышний он хороший инженер хорошо сделанный должно быть просто общаться с этим инструментом пользоваться им должно быть удобно вот в этом смысле я говорю легко и просто то есть если мы делаем все правильно с этим инструментом то оно и должно оставаться здоровым работоспособным ровно настолько насколько это опять таки я напоминаю задумано Всевышним вот примерно так то есть легко и просто незатратно и без времени конечно не занимаясь какими-то мучительными техниками это несомненно если это входит в планы всевышнего то есть если в планы всевышнего входит что мы должны что-то такое в жизни вот каждый какую-то кто-то личность испытать и перенести и выучить какой-то урок и это связано со здоровьем значит нам будет сложно но в основном в массе наши мудрецы еврейские говорят что из ста человек которые умирают в какой-то момент один умер потому что так время пришло потому что по воле небес то что называется девяносто девять по преступлению то есть девяносто девять по тому что не соблюдали правила нормальной правильной обращения со своим телом со своим здоровьем вот так примерно смысл жизни в самой жизни Лев Толстой не согласна с Львом Толстым не согласна смысл жизни некоторые скажут вам что смысл жизни в познании всевышнего например есть такой такая мысль да пожалуйста Света я ответила не ответила если ответила то следующий вопрос если не ответила то задайте вопрос более расширенным спасибо большое в принципе это понятно мне хотелось бы конечно получить другой немножко ответ вот да можно взять и все исправить очень быстро но все хотят чуда все хотят чуда да 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 все хотят чуда конечно ну я полагаю что чуть погромче Света наверняка вы знаете какие-то секреты наверняка у вас есть какие-то секреты которые вы сегодня нам откроете все равно обязательно может быть не быстро но как-то возможно же что-то исправить несомненно да да есть еще вопросы алё свет куда-то исчезла да очень многие хотят сейчас быстро и именно поэтому так пользуется успехом фармакологическая медицина потому что намного легче взять таблеточку например от давления чем нормализовать количество соли в ежедневной приеме пищи и люди очень часто света если можно одень наушники потому что все что я говорю оно слышно два раза и розеленская спрашивает чего нужно начать восстановление своего более здорового состояния тела и души с чего начать ну вот хотя бы с этого вебинара с того что мы остановились и задумались вот задумался я сейчас вот у меня есть то-то 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 что у меня здесь хорошо что у меня здесь не очень что я вообще со своей жизнью делаю что я со своей жизнью хочу вот с этого начать с осознавания ой людмила как избавиться от камней в желчном пузыре ну трудно избавляться от камней в желчном пузыре это зависит от того какие размеры этих камней намного лучше не допускать камней в желчном пузыре это проще но все равно это не настолько просто чтобы я вот сейчас это могла быстро ответить мы этим будем заниматься на тренинге который начинаем с божьей помощью через шесть дней шестого декабря мы начинаем тренинг называется избираю жизнь так же как сегодняшний круглый стол и будем разбирать все необходимые моменты для того чтобы быть здоровыми и оставаться здоровыми желчный пузырь я хирург предупреждаю уролог хирург очень часто к сожалению камни в желчном пузыре это либо терпи пока не стало совсем плохо либо удаляй желчный пузырь что тоже совсем не очень хорошо мелкие камни можно попытаться вывести но это не для этого круглого стола скажем так резать ну сегодня не режем сегодня делаем лапароскопические операции лапароскопические операции делаем маленькие разрезики такие разрезика по три сантиметра каждые вектор дробления ультразвуком может быть может быть я говорю это очень нужно смотреть ультразвуком в основном мы хорошо дробим камни в почках в желчном пузыре надо смотреть если хотите вы мне можете в личный чат прислать снимочки ваши ультразаунд и мы можем пообщаться в личке еще вопросы спасибо большое тут прислали очень много деликатных вопросов можно их задать да да конечно мы же имена не называем личные итак значит вот пишет женщина у моего внученка пися болит когда писает иногда трусики мажутся кровью капелькой он все время ее теребит анализы хорошие но часто паху преет и чешется что это может быть здесь похоже две разные вещи во-первых письку надо посмотреть малыша что он там теребит это либо две разные вещи либо одна вещь сколько лет малышу вопрос если это трехлетний примерно малыш то это часто бывает проявление сексуальности начинаются детки начинают изучать свои органы половые начинают их иногда через черт теребить родители это почему-то пугает все такие были все интересовались своим строением в паху чешется и прочее это чаще всего какой-нибудь грибок ребеночка бы увидеть просто посмотреть что там есть можно попробовать какие-нибудь мази противогрибковые но я не детский врач и не дерматолог это вопрос вот конкретно к детскому врачу подойти чтобы посмотрел скорее всего есть какие-то мази очень простые чтобы ребеночка не было раздражения опять таки вопрос ребеночек в подгузниках или без подгузников что за капелька крови иногда бывает если анализы хорошие значит это не изнутри а снаружи это бывает так называемый либо фимоз это сужение крайней плоти и оно может мешать и там воспаление может быть либо бывает стеноз стеноз отверстие металл стеноз называется тоже бывает бывает короткая уздечка когда у ребеночка член встает ночью или утром возбуждается а уздечка натягивается и рвется иногда это бывает больно то есть такого ребеночка надо посмотреть что вы посоветуете для профилактики камней в желчном благодарю сейчас отвечу ира как можно решить проблему частному отпускания пожилого человека с больной простатой ух какие вопросы ребята мы сегодня говорим о здоровом образе жизни вы мне про болезни вот так вот сразу чтобы для профилак решить проблему частному частному ч pedir спускание пожилого человека с больной простатой анастасия к сожалению это вопрос для частной консультации потому что нужно смотреть анализы человека нужно понять что такое больная простата возраст человека есть у него остаточная лtit моча или нет у него остаточной моче после мочеиспускания то есть это конкретно к сожалению вопрос для частной консультации если хотите я делаю частные консультации это стоит 1800 рублей в скайпе вы мне сможете прислать все анализы все что мы и мы это спокойно сможем обсудить так мы все по болезням идем да сейчас я вернусь немножко профилактика камней в желчном пузыре ирина повторяю мы будем этим заниматься в основном на тренинге потому что надо понять как появляются камни в желчном пузыре если на одной ноге сказать то камни в желчном пузыре появляются если желчь застаивается в желчном пузыре желчь застаивается в желчном пузыре тогда, когда мы редко его опорожняем. Опорожняется желчный пузырь при приеме пищи. Поэтому для профилактики камней в желчном пузыре рекомендую я не делать больших перерывов между приемами пищи. В частности, не делать больших перерывов ночью. Это будет, наверное, в разрез всего, что вы когда-либо слышали. Я рекомендую покушать на ночь, хорошо позавтракать. Тогда у вас не будет большого перерыва, желчь будет хорошо отделяться. Ну, примерно так. 10 мм. Но это мы будем более серьезно, более подробно разбирать на тренинге. 10 мм киста на почке. Обнаружили на УЗИ. Что с ней делать? Ничего. 10 мм – это вообще не о чем говорить. Если 10 см, то... Тоже нечего делать, только наблюдать. Если это просто киста, есть классификация образований на почке. Если это простая киста, то делать с ней не надо, даже если она 18 см. Хотя некоторые любят, там, нож на это дело, затачивают, делают что-то с кистами. Ничего не надо делать, если она не мешает. Только наблюдение. Как возникает мочекаменная болезнь и какая профилактика, Александр? Ну, какие вопросы классные. Есть миллион причин для мочекаменной болезни. Если коротко, то наша моча – это жидкость, которая находится в очень концентрированном состоянии. Организм должен выводить шлаки. Часть шлаков выводится через почки. И независимо от того, какое количество воды вы даете вашим почкам, количество шлаков будет такое, какое нужно организму. Поэтому чем меньше воды вы даете вашим почкам, тем более концентрированная будет моча, и тогда будут образовываться осадки и, соответственно, камни. Основная причина образования мочекаменной болезни – это недостаточное употребление жидкости. Если водку, то в два раза больше, потому что водка – это 50% воды только. Надо много пить воды, чтобы не было мочекаменной болезни. А уже дальше мы смотрим, если есть камешки, мы смотрим химический анализ этих камешков. И дальше по каждому виду камней есть рекомендации специфические для этого вида камней. Ольга Грушицкая. Если здоровье стало уже совсем плохое, аритмия и многое другое. Имеет ли смысл идти на ваш тренинг или уже поздно? И как на него попасть? Как попасть на тренинг, я скоро скажу в конце. Смысл имеет всегда. Я скажу так, что моя целевая аудитория – это люди от 35 до 80. Я бы с удовольствием работала с более молодыми, если они ко мне придут. Проблема в том, что до 35 лет люди считают себя здоровыми и считают, что это будет всегда. И поэтому до 35 лет как-то не очень обращают внимание на здоровье. Хотя сейчас я вижу молодежь, которая задумывается об этом и раньше. Почему до 80? Потому что я считаю, что если человеку после 80, то уже ему учиться у меня ничему не надо. Я сама у него с удовольствием поучусь и узнаю, как он активный после 80 лет. У меня много пациентов после 80, в которых я при каждом удобном случае выспрашиваю секреты их долгой активной жизни. Насколько важно качество употребляемой воды для здоровья человека? Отличный вопрос. Важно качество, чтобы вода была не инфицирована. Чтобы вода была достаточно вкусной, приятной на вкус, чтобы ее можно было выпить много. Столько, сколько надо. Я всегда говорила, что то, что течет из крана, оно нормально. Но я недавно стала пользоваться какой-то другой водой, какой-то типа минеральной, из бутылки. Я просто вижу, что она вкуснее. Как это ни странно. Я пью ее больше. А конкретно по составу там, скажем, вода, которая имеет много осадков. Этот осадок мы видим на чайнике, поэтому кипятим воду. Очень хороший такой для маркетинга вариант. Они показывают нам осадок на чайнике. Говорят, вот надо фильтры покупать. Все это ерунда. Осадок, который есть в воде, жесткая вода так называемая, он не всасывается, он прекрасно выходит скалом и никакого отношения к мочекаменной болезни не имеет. И ночью можно перекусить, например, если нужно, да. Я говорю, понимаете, когда я скажу «можно», кто-то скажет «нельзя», кто-то скажет «после шести не кушать», я скажу, что обязательно покушать на ночь. Вы будете запутаны полностью. Я предлагаю просто пойти на тренинг, где мы будем сколько возможно за три недели разбирать, что происходит у нас в организме, когда мы едим. И тогда вы сами для себя решите, нужно вам ночью перекусывать, не нужно. И что делать с этим. Лично я перекусываю, я без перекуса не ложусь. А если случится проснуться ночь, особенно по работе, если работаете ночью, то абсолютно точно надо покушать белковой пищи. Хотелось бы сперва избавиться от уже существующих проблем, болезней, не предохраняться от будущих. Поэтому вопрос такий, Александр. Вот это очень важное замечание. Спасибо. Я как раз хочу сказать, что не надо так думать. Не нужно думать об избавлении от каких-то проблем. Нужно думать о том, как эффективно, хорошо жить. А проблемы, они сами уйдут. Причем, когда мы меняем образ жизни, во-первых, очень трудно поменять образ жизни. Я говорю легко и просто. Легко и просто, когда мы это уже сделали. А вот сам процесс, нас привычки наши тянут назад. Не только привычки, нас тянет назад окружение, наши друзья. Потому что привычки, особенно пищевые привычки, поведенческие, они очень связаны с окружением, с друзьями, с родными, с которыми мы живем. И вот этот процесс я вам хочу помочь пройти именно на тренинге. Потому что люди, которые идут в одиночке, они, как правило, вот с понедельника возьмусь, понедельник, вторник, среду делаю, а потом все опять. А потом, значит, так, с 1-го числа возьмусь, 1-го, 2-го, 3-го делаю, а потом… Ну ладно, с Нового года возьмусь. И так жизнь проходит в каких-то мучениях и еще в неудовлетворении собой, потому что вот хотел и не сделал. Я дам методики, как хотеть и сделать. Но это не бывает быстро. Мы за 3 недели дадим начало, толчок. Дальше будем поддерживать это. Изменения, связанные с диетологическими, поведенческими, организм ощущает немгновенно. Вот вы почувствуете это не сразу. Полгода, 8 месяцев. Вот примерно вот такой срок. Полгода, 8 месяцев, иногда год, чтобы вы вдруг почувствуете, что оглянетесь, посмотрите на свои записи, а мы обязательно сделаем записи, какие-то замеры, какие-то, какие вы сейчас. А через вдруг полгода посмотрите, интересно, как. А я изменился. А мне стало лучше. Для этого надо прописать конкретно, что мы хотим, и чтобы была точка отсчета. Я это знаю очень хорошо, потому что я это на себе проходила. Я проходила такие метаморфозы в жизни. Очень хорошо понимаю, что я хочу с вами сделать на этом тренинге. Одной, Даниэль пишет, кажется, одной из проблем, что очень много разных систем оздоровления – гомеопатия, фитотерапия, очистка организма и так далее. Люди не знают, какому мнению следовать. И часто специалисты одного профиля критикуют других. Да, Даниэль, я об этом как раз и говорю. Я сейчас могу вам рассказать мою систему, но она для вас будет такой же, одна из. Что-то приятно, что-то неприятно. Но вы не будете понимать, а почему это, откуда это берется. К сожалению, сегодня оздоровление стало очень выгодным с точки зрения маркетинга, коммерции. И очень много коммерции в этом. Я категорически не понимаю, почему нормальные, недорогие продукты для жизни должны стоить такие дикие деньги, которые сейчас за них берут. Теперь гомеопатия, фитотерапия и так далее – это не системы оздоровления. Это системы лечения каких-то вещей, каких-то состояний. Это, видите, фитотерапия. Это терапия, это лечение. Гомеопатия тоже. Я считаю, что в умелых, грамотных, честных руках каждая из этих методик имеет место, имеет право на существование в своей области. То есть так же, как… Ну, я хорошо, я врач. Есть больной, которому нужно дать таблетку, есть больной, которому нужно дать инъекцию, инфузию в вену, а есть больной, которого надо прооперировать. Понимаете, что если бы я сказала, что нет, только операции, всех оперировать, это было бы неправильно. Но если бы я не прооперировала того, кого надо, я бы не спасла ему жизнь, и он бы погиб. То есть в каждой ситуации, для каждого отдельного случая может быть один или несколько, или комплекс методов оздоровления этого конкретного человека, этого конкретного организма. То, что я сейчас пытаюсь вам объяснить, что я говорю сейчас не о болезнях, я говорю о правильном образе жизни, которому надо научиться, потому что мы забыли о нем, как правило. Очень многие просто отошли от каких-то элементарных моментов, которые знали наши бабушки и дедушки. Если мы начинаем элементарные вещи, элементарные вещи делать и потихонечку, и каждый день, мы перестаем уже об этом думать, это становится нашей привычкой, это становится легко и просто, это входит в нашу жизнь. И потихонечку организм, он такая штука организм, что когда мы ему перестаем мешать, когда мы перестаем закидывать в него отравляющие вещества, то он начинает сам приходить в себя. Так создан организм Всевышний, что эта машина самооздоровляющаяся. Я как хирург это знаю. Если бы раны не могли заживать, то мы бы никогда не смогли оперировать. Ни один нормальный хирург не возьмет оперировать человека, у которого полностью нарушено заживление ран. То есть мы туда залезли своим скальпелем, чего-то там сделали, а организм заживляется, зализывает раны. Я не критикую специалистов другого направления. Я наоборот, есть такое понятие, алистическая медицина, я смотрю на человека в целом, и я очень рада сотрудничать со специалистами других направлений. Очень рада сотрудничать. К сожалению, все, что касается альтернативной, так называемой, медицины, нет никаких инструментов, что ли, определить, целитель, который сейчас перед тобой, он истинный целитель или шарлатан. Нет конкретных институтов, нет признанных каких-то методов, экзаменов, дипломов. То есть каждый может сам написать себе диплом или сделать как бы институт и выдавать дипломы. У нас нет инструментов понять, что истина, что нет. В так называемой академической медицине, университетской медицине или обычной медицине, скажем так, врачи, все-таки есть признанные критерии грамотности, признанные критерии профессиональности. Не знаю, как во всем мире, в Израиле сейчас и в альтернативной медицине как-то начинает быть какой-то порядок, и мы работаем рука об руку со специалистами, например, иглоукалывания, со специалистами аромотерапии, со специалистами по питанию. И даже в поликлиниках есть возможность, у нас это называется не альтернативная медицина, а РФАМ и Шлема – это дополнительная медицина. Есть семейные врачи, которые специалисты и в академической медицине, семейный врач – это серьезная специализация, и одновременно он специалист в альтернативных методах. И он может человека направить. Существует просто такое вот место, где он делает, по-русски это сказать, сортировку, направляя человека к нужному специалисту. Два с половиной литра в день воды – это зависит от условий. Это в среднем, так говорят, Николаус, но иногда надо больше. Два с половиной литра – это когда вы сидите в хороших условиях, не на солнышке, и еще от веса зависит. Людмила, вы лучше сами расскажите, спрашивайте так, вы сами расскажите, что за методика, которую вы несете в массы. Я, например, в первый раз на таком вебинаре. Понятно. Хорошо, сейчас расскажу. Методика, которую я несу в массы, называется методика по советам еврейских мудрецов. На эту тему был вебинар. Я проводила вебинар буквально 8 ноября. Я так понимаю, что мы сегодня делаем вечер вопросов-ответов, может быть, даже после дамы этого вебинара. Сейчас я попробую найти несколько слайдов на эту тему и расскажу вам, как это не туда. Да, кстати, я вам забыла сказать, я рекомендую, как всегда, иметь рядом с собой блокнотик, ручку, записывайте мысли, даже если они совершенно не относятся к нашему сегодняшнему вебинару. Записывайте, что приходит в голову, какие-то вопросы или просто мимолетные умные мысли. Так, куда-то у меня проскочил чат. Так, а куда у меня… А, вот, вернулась к чату. Я иду по чату так потихонечку. Я отвечаю сейчас кратенько очень на вопросы, о какой системе я говорю. Я говорю о системе еврейских мудрецов. Основным постулатом является то, что мир создан. Я говорю о верующих людях, верующих в Бога, верующих в создание. Мир не просто создан, а продолжает создаваться постоянно. И все, что происходит, как с самим человеком, так и с другими, вплоть до самых незначительных событий, вплоть до здоровья каждого человека – это действия божественного проведения. Вторая ступень этого понимания – это то, что все, что происходит с нами, это всегда к лучшему. Это иногда очень трудно понять. Ну как же, заболел, да? Я могу сказать совершенно точно, что иногда болезнь нам свыше дана, чтобы хуже не стало. Иногда нам приходится нас остановить просто в нашей круговерте. Иногда человека останавливают болезни. У меня есть несколько случаев таких ярких на памяти. Брат моей приподруги, не помню, это был 77-й или 78-й год, подскажите мне, когда был Афган, Афганистан. Вот тогда этот мальчик 18 лет поранил руку очень серьезно, нечаянно, отрезала палец ему. Это была жуткая трагедия в семье. Ребенок без пальца, на правой руке. Как мы сейчас понимаем, это спасло ему жизнь, он не попал в армию, а в Афганистан. То есть мы не знаем на самом деле, для чего нам нужна дана высшая болезнь. Но мы верим в то, что все, что происходит, все к лучшему, все только к добру. И третья ступень – это вера в то, что у всего есть цель. И человек познает Бога через все события своей жизни. В принципе, история – это религиозная наука, это диалог с Богом. Следующий постулат, о котором я говорю, говорят наши мудрецы, что поколения, которые были раньше нас, они были гиганты. Мы вспоминаем таких гигантов, например, Гиппократ. Это имя, которое звучит до сих пор. В еврейской традиции мы говорим о Абрааме, который стал основателем, прародителем авраимических религий монотеистических. То есть такие гиганты. Но наше поколение, здесь оно наверху нарисовано, мы стоим на плечах гигантов, на плечах предыдущих поколений. И поэтому самый простой, нормальный, средней нормальности врач нашего поколения, он все равно видит дальше, знает больше, чем знали гиганты предыдущих поколений. Вот это один из таких важных моментов, которые я хочу, чтобы мои слушатели здесь поняли. Друзья, это очень важно, не отбрасывайте возможность пойти к врачу, грамотному врачу и посоветоваться с ним. Я знаю, что в России это большая проблема. Мне из Израиля трудно даже поверить в то, что это так. Я абсолютно уверена, что рядом с каждым из вас есть нормальные врачи. Надо, наверное, немножко постараться их найти для решения своих врачебных, медицинских проблем. Следующий постулат, о котором я говорю, это что такое здоровье вообще. Здоровье – это состояние, когда организм выполняет свои функции. Организм в целом и орган в частности. Ну а о функциях мы уже можем только догадываться, в чем заключается роль каждого из нас в этом мире. Иногда, может быть, болезнь – это ступенька к нашему личностному росту. И это именно то, что предполагалось как урок для того, чтобы мы развивались. Следующий момент. Забота о здоровье – это повелительная заповедь Торы. То есть мы обязаны заботиться о своем здоровье. Это очень важный момент. Не кто-то там нам обязан, а мы сами, потому что это наш организм, который дан нам, скажем, на прокат Всевышним для какой-то работы в этом мире. И поэтому, когда мы попадем обратно туда, с нас спросятся, а что мы делали с этой машиной, и почему мы о ней не заботились. В общем-то, сейчас я намекаю о тех конкретных вредных вещах, которые мы сами конкретно делаем. Например, курение. Я на прошлом вебинаре обещала, правда, не клятвенно, что я не буду больше говорить о курении. Но это тот самый яд, который мы кладем к себе в организм очень многие. И что не менее печально, что многие курящие не думают об окружающих. Есть такое понятие, как пассивное курение. Вот у меня недавно была женщина 70 лет с раком мочевого пузыря. Она не курила. Рак мочевого пузыря – болезнь сегодня только от курения. Других причин не осталось. Это была болезнь определенных профессий. Все эти профессии сейчас, все канцерогены из этих профессий удалены. Осталось только курение. Огромное количество больных с этим. Так вот, эта женщина 70 лет, она никогда не курила. Муж ее курил рядом с ней всю жизнь. Муж умер 10 лет назад, а сейчас у нее рак. Итак, забота о своем здоровье – это наша обязанность. Особенно, если человек религиозно понимает, что это просто его долг перед Всевышним. О том, что здоровье – это инструмент и должно быть просто, я уже говорила. О том, что организм, как бы плохо с ним ни обращались, всегда стремится улучшить свое состояние. И для здоровья нужно правильное питание, правильное движение, правильные мысли и чувства. И для кого-то это может звучать странно, но мысли и чувства мы можем регулировать. И я этому тоже посвящу много времени на нашем тренинге. Потому что вот так вот, если я вам сейчас скажу, как это делать, это будет пустое. Это надо действительно тренировать. И все это привычки. И правильный врач. Вот примерно так. Так, я возвращаюсь. Я здорово отстаю в чате, да? Вегетарианство, да? Сейчас. Минеральная вода. 2,5 литра в день – это нормально, Ирина Русанова. Я сейчас… Так, я куда-то очень… Так, вот я сейчас вернулась. На время 18.25. Лариса, добрый вечер. Потливость подмышками с детства – это проблема с почками? Нет. Нет. Это проблема вегетативной системе. Никакой проблемы, ничего страшного. Если это очень мешает, пойдите опять-таки к врачу, решите эту проблему. Есть препараты, которые немножко подсушивают. Это не с почками. Ирина Русанова. Мне тоже нравится минеральная. Я могу выпить хоть сколько. Можно ее пить в больших количествах. Например, 2,5 литра в день – это небольшое количество. Это нормальное количество. 2,5 литра в день воды – это нормальное количество. Вегетарианство полезно? Нет. Нет. Никаких оснований для вегетарианства я не вижу. Более того, вегетарианство может быть очень вредным. Я могу вам составить такую диету по вегетарианству, что будет просто кошмар. С медицинской точки зрения никаких оснований для вегетарианства нет. С религиозных, еврейских точек зрения никаких оснований для вегетарианства нет. Есть люди, которые, если очень с умом соблюдать вегетарианство, то можно. Проблема моя, которую я вижу, это, что нужно это делать с умом. То есть нужно уделять этому много внимания, времени и внимания, чтобы подобрать правильную пищу. А это, если вы поняли, что я говорила, до сих пор отвлекает от обычной жизни. То есть человек зациклен на своем питании. А человек не должен быть зациклен на питании. Он должен питаться и жить. Он должен быть зациклен на жизни, а не на питании. Так, жизнь нельзя откладывать на потом. Это я согласна. Человек вполне может справиться сам с физическими проблемами. Нужно не мешать. Да, Ира. Насколько медицина научилась лечить мужские болезни, в частности, простатит? Александр, острый простатит научилась лечить. Хронический простатит – сложнейшая штука. Мы до сих пор не очень понимаем, что это такое. Мы научились его, скажем так, подлечивать, симптоматически лечить, обострение лечить. Как правило, становится намного лучше, когда в определенном возрасте мы, наконец-то, удаляем предстательную железу, хотя бы частично. Вера Завершинская. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Вера Завершинская – врач. Прекрасный врач и альтернативный медик. Вот верю, я верю. Судят по результатам. Шарлатан или профи, к сожалению, результат-то на себе надо проверять. Вот это тяжело. Вот если Вера мне кого-то посоветует, я соглашусь. Петр Иванов, 79 лет. Принимаю, Петр. Веру, если хотите, беру. Возраст, он не только паспортный, он еще и по настроению. Так, Александр, у меня так было два раза, я уже не уловила мысль, что у нас было два раза, не знаю. Ласточкина Лариса. Что советуют еврейские мудрецы? Киста в яичнике, полип в матке. Врачи-хирурги наставят на удаление всех половых органов, чтобы не было рака. Еврейские мудрецы скажут вам получить консультацию грамотного врача. Можно взять второе мнение. Второе мнение. Можно взять второе мнение. Если вы хотите знать, что советуют израильские врачи на эту тему, то я могу вам опять-таки пригласить вас на персональную консультацию ко мне. Если кто-то хочет со мной персональной консультации, сейчас я, может быть, даже, если найду, дам ссылку. Вот. Если кого-то интересуют персональные консультации со мной, там предусмотрено две встречи в скайпе. Вы мне присылаете ваши снимки, ваши УЗИ, все, что есть, все документы. Я не гинеколог, я уролог, но у меня есть хорошие гинекологи, с которыми мы все это обсудим. Все удалять или не все удалять, чтобы не было рака, это не очень мне понятно, потому что рак может быть всегда, пока есть орган. Так что всем будем сразу все удалять. Мне вот эта позиция не очень понятна. Я бы посмотрела конкретно, о чем речь идет. Слайды, Лариса, все слайды вы получите в качестве подарка, больше даже, вы получите слайды предыдущего вебинара, там их намного больше, в виде подарка в конце. В конце круглого стола будут слайды. То есть я вам дам ссылку на подарок. Как понять, что врач правильный? Замечательный вопрос, Даниэль. У меня есть такой где-то слайд, как понять, что врач правильный. Первое. Врач не должен быть бесплатный, как это ни печально. То есть правильный врач – это врач, который чувствует за вас ответственность. Желательно, чтобы он был рядом с вами. Сегодня интернет сблизил всех, конечно. Но я – это против того, что я хочу, чтобы все были у меня пациенты. Но тем не менее, если есть врач, который в вашей районной поликлинике, то это лучше, чем я, потому что он с вами, он рядом. И он вас будет видеть чаще, чем я все-таки. Это врач должен быть не всезнайкой. Это не должен быть человек, который будет делать вид, что он все знает. Правильный врач вполне имеет право сказать, я чего-то не знаю, я посоветуюсь, я проконсультируюсь. Это нормально. Он ни в коем случае не должен быть грустный. Вы знаете, есть такие вот по жизни подавленные люди, грустные. Ни в коем случае. Это не значит, что он должен быть неадекватно веселый. То есть, понятно, если вы приходите к нему и говорите о чем-то очень грустном для вас, он должен быть адекватен. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю об общем фоне, базовом фоне. Базовый фон должен быть радостный, потому что это человек, который выполняет божескую функцию, божье дело. Вот примерно так. И рекомендации. Желательно иметь рекомендации от него. Сегодня очень о нем. От пациентов. Сегодня достаточно просто много узнать о человеке. Тем более, если есть интернет, и вы умеете им пользоваться. О очень многих врачах люди обсуждают. Кроме того, составьте свое мнение. Придите к нему. Помогло, не помогло, как он с вами разговаривает. Придите к нему несколько раз. Впечатлитесь. Это работа. Врача, особенно семейного врача, надо себе выбрать. Это работа. Помолитесь. Попросите Всевышнего послать вам правильного врача. Все будет в порядке. Врачи есть много хороших. Врач тоже кушать хочет. Это, наверное, ответ на то, что он должен быть платный. Нет, не поэтому. Не только потому, что он кушать хочет. Смотрите, насчет платности здесь можно много разговаривать. Вообще, какая должна быть медицина и так далее. Не потому, что он кушать хочет. Я вам скажу, что хороший врач, правильный врач, он будет лечить и бесплатно. Но есть определенное понятие ответственности. Во всяком случае, у нас есть определенные талмудические моменты, обстоятельства, когда рекомендовали, чтобы врач был платный. Да, на вебинар или я предлагаю, приглашаю Ира на тренинг. А, ну, тем более, 79-й – это начало Афгана. Да, значит, тогда ситуация была в 78-м году. 56 лет, Петр, вам точно ко мне. 56 лет точно ко мне. Так, а где у нас Светлана? Так, в чате вопросы закончили. Света, есть еще какие-то письменные вопросы? Или я пойду дальше по слайдам? Да, я послушалась. Конечно, полностью согласна с тем, что быть, хорошего врача – это достаточно сложно, но возможно. И вот еще у нас такой вопрос есть. Можно мне встрясть? Можно мне встрясть? Да. Вот перед вами Светлана Ярушева. Светлана Ярушева. Хороший врач. Лор. Ухо, горло, нос. Прошу любить и жаловать. Светлана, вернись. У нас такая теплая компания медицинская. И, конечно, очень актуальные темы. И вот я еще хочу один вопрос задать. Это вопрос от наших слушателей. Где лучше все-таки лечиться, у врачей или у целителей? И как выбрать хорошего целителя? Вот как выбрать хорошего врача, вы уже сказали, а насчет целителя? Интересно. Да, я сказала, что насчет целителя вопрос сложнее, чем выбрать хорошего врача, потому что у врача хотя бы дипломы есть какие-то. А у целителя вообще непонятно. Может быть, у него это бороду от прабабушки перешло, и действительно золотые руки какие-то с энергией. Действительно целитель от Бога, а никаких дипломов нет. И пойди познай, так это или не так, пока на себе не прочувствуешь все. Я считаю, что основные методы альтернативной медицины, во всяком случае, то, что сегодня так широко рекламируется, это все пришло в основном все-таки из Китая и основано на традиционной китайской медицине. Так вот, в учебнике по традиционной китайской медицине я нашла такую вещь, что в Китае, врачи традиционной, они там врачи называются, врачи традиционной китайской медицины работают рука об руку, бок о бок с врачами академическими или врачами университетской медицины, так называемой. И не должен целитель браться за лечение без того, что у него в руках есть четкий диагноз, поступивший от врачей университетской медицины. К сожалению, я видела массу трагических случаев, когда альтернативные целители брались лечить, например, рак, который можно было вылечить в тот момент методами конвенциональными, скажем так, прооперировать, например, можно было, и человек бы остался жив. Они его занимались целительством каким-то, и, к сожалению, человек умер. При этом у нас в онкологических поликлиниках есть кабинеты альтернативной медицины, и есть место альтернативным медикам для лечения онкологических больных, но рука об руку вместе, дополняя друг друга с конвенциональной медициной. Поэтому целитель, который говорит, что только я, а от врачей бегите, вот от такого целителя надо бежать. Целитель, который сам врач и понимает, и ставит сначала диагноз понятный с точки зрения университетской медицины и может помочь обычному лечению, да, вот я хочу такого целителя, который будет смотреть на медицину со всех точек зрения, вот тоже так, общий. Как мы на человека хотим смотреть с холистической точки зрения, так и на методы лечения, помощи этому человеку, я тоже хочу смотреть, не отметая ни один из методов лечения, в том числе не отметая конвенциональную медицину. Поймите, мы не на... Я, как представитель конвенциональной медицины, мы не на пустом месте выросли. Мы выросли на тех вот плечах гигантов всех предшествующих поколений на очень серьёзной научной и базе... И научной, и на базе опыта всего человечества и своего личного. Не надо это отбрасывать в угоду каким-то... Не всегда, может быть... Ну, как бы это сказать... Эмоциональным каким-то... В угоду каким-то эмоциональным моментам. Я очень часто не понимаю, например, почему люди с такой лёгкостью идут покупать БАДы и при этом отказываются от таблеток. Это та же таблетированная медицина, только если фармакологическая медицина, которую даёт конвенциональная медицина, они хоть как-то проверены, то БАДы в лучшем случае проверены на то, что они не вредят. А философия там та же самая. Дать какую-то таблеточку, и чтобы не задумываться, и не надо думать каждое утро, что надо встать, подвигаться, помолиться, правильное движение сделать, правильно покушать. Не надо менять образ жизни, проглоти таблеточку, и всё. Так, опять чат убежал. Хороший врач является целителем. Ну да, это уже вопрос терминологии. Я сейчас говорю о целителе, как сегодня почему-то есть как бы две медицины, альтернативная и конвенциональная. В тот же Рам Бам, о котором я рассказывала на прошлом вебинаре, врач еврейский, очень известный, мудрец, 1100 какого-то года рождения, он был врачом, он был большим учёным, религиозным деятелем. И при этом он использовал те методы, которые сегодня называются методами альтернативной медицины. То есть любой нормальный грамотный врач в принципе использует методы и народной медицины, и своего народа, и других народов. И один из серьёзнейших советов еврейских мудрецов – это спроси у знающего врача. Это просто у нас в Аллахе, в религиозном законе написано, обратись к знающему врачу. Притом, если есть выбор между очень грамотным врачом, но нерелигиозным, или очень религиозным человеком, соблюдающим всё, но менее грамотным врачом, то закон еврейский гласит, еврейский религиозный закон гласит пойти, может быть, к менее религиозному, но к знающему. К грамотному врачу. Положение врача в иудаизме очень высоко. Наши очень серьёзные рабоним очень серьёзно прислушиваются к мнению грамотного врача. При этом в Израиле есть очень интересная организация, добровольческая такая, организованная Равом Фирером. Разведка, очень серьёзная разведка. Рава Фиреру можно прийти и узнать, где лучше всего сделать определённую операцию и в Израиле, и в мире. В Китае традиционная медицина – та, которая у нас нетрадиционная. Китайская традиционная медицина – это то, что у нас называется альтернативная. В Китае есть два вида медицины, так же, как во всём мире. Есть китайская народная или традиционная медицина. Там, в отличие от западного мира, это медицина очень дешёвая, доступная более бедным слоям населения. Есть академическая медицина, то, что у нас называется конвенциональной. Там эта медицина более дорогая. Но, тем не менее, есть больницы, в которых работают медики и те, и другие. Просто знают и ту, и другую. Насчёт иглоукалывания у меня есть очень интересная история. Это было ещё в Ленинграде. В Ленинграде давно приехала группа практикантов, стажёров, хирургов из Кореи, из Северной Кореи. Ребята были, по-моему, урологи, если я не ошибаюсь. И зашли в палату посмотреть больных. Была женщина после операции на почке. Сильный боли, большой разрез. Тогда делали такие операции с большими разрезами. И после операционной боли нужно было сдать наркотики. И тогда кто-то из этих корейских врачей «Погоди, погоди!» говорит. Достает две иголочки из карманчика своего халата и тук-тук вставил две иголочки. И боли прошли. Наши все врачи так обалдели немножко. Как это здорово! А он говорит, а у нас денег нет на наркотики в больницах. Поэтому всех врачей, которые изучают академическую, то, что у нас называется, конвенциональную медицину, их обязывают изучить что-то из народной медицины, что связано с его специальностью. Например, хирурги обязаны владеть иглоукалованием для обезболивания. Все. Да, целостность, целительность – это уже философия. Грыжа шморля в позвоночнике, киста в позвоночниках в канале. Надо ли оперировать? Лариса, честное слово, не знаю. Это вопрос для нейрохирурга. Опять-таки, если вы хотите, я могу проконсультироваться с нашим нейрохирургом. Тот же весь путь. Вы обращаетесь ко мне и пересылаете мне ваши снимки. Я иду к нашему нейрохирургу. По дружбе он мне делает консультацию. Я вам передаю его заключение. Вот Вера пишет, что она согласна со мной, что те, которые не врачи, негативно настраивают людей против врачей и лекарств. Это плохо. Плохо. Это не должно быть. Мы должны работать вместе. Тогда больной будет здоровым. А те, кто настраивает против других, это коммерция. Описаны случаи, когда онкологические больные излечивались альтернативными методами и даже сам сменив образ жизни. Даниэль, что я вам могу сказать? Описаны случаи. Я больше 35 лет работаю. Я таких случаев вот так вот своими глазами не видела. Когда случаи описаны, надо очень внимательно их проанализировать. Что там на самом деле произошло? Был ли правильный диагноз? Действительно ли методы были чисто альтернативные, а не альтернативный плюс то, что нужно? Образ жизни, несомненно, влияет на онкологические заболевания. Излечился больной или нет, мы не знаем. И вообще, что такое онкологические заболевания, по большому счету, мы не очень знаем. Я вам могу рассказать несколько случаев из той жизни, из примеров моих пациентов. У меня была одна очень хорошая знакомая, которой был прооперирован рак почки. И она 20 лет прожила прекрасно. И мы уже все считали, что она излечилась, уже давно про него забыли, про этот рак почки. Потом в семье случилась трагедия. Я уже не помню, что кто-то умер из очень близких. И она мгновенно, буквально за пару месяцев, сгорела от множественных метастазов этого рака почки по всему организму. То есть 20 лет эти метастазы, эти клетки раковые, где-то сидели и не развивались. Если что такое, что произошло, как влияет настроение, как влияет психологическое настроение, состояние человека на развитие рака, мы не знаем. Но вот такие примеры есть. Есть другой пример, очень хороший, может быть. 74 года было человеку, это было уже в Израиле. У него были рак почек с двух сторон. Множественные опухоли в двух почках. То есть там почти почек-то не было. И метастазы в легких. Я прямо сейчас перед глазами вижу его рентгеновские снимки, как бы очень в памяти хорошо зафиксировалось. Мы пошли на операцию сначала с одной стороны, убрали опухоли. Нельзя было почку убирать, нужно было, потому что он бы пошел на диализ тогда. Убрали опухоли. Он очень кровил, была очень тяжелая операция. Еле выжил. А вторую почку мы даже не стали оперировать, потому что это убить человека. И остались метастазы в легких. Жена за ним ухаживала. Жена, ухаживая за ним, получила инфаркт миокарда и умерла у нас в соседнем отделении. Мужчина уехал из Израиля в Россию, женился. Я его видела через 7 лет после этого. Он вернулся в Израиль с женой. Я его видела. Если бы я не видела своими глазами, я бы сказала, что это все рассказы, такие сказки. Он был с этими же опухолями в почках, с этими же метастазами в легких, которые не продвинулись ни на миллиметр. У него было хорошее настроение, он нормально жил. Так, Ирина согласна с Селиной... А, Бады, Бада, Мрозин, как и таблетки из аптеки. Конечно, Бады, Бада, Мрозин, как и таблетки из аптеки. Что там в аптеках, я вообще тоже не знаю. Но я знаю, что таблетки в аптеках. Есть таблетки, которые Бады, есть таблетки, которые лекарства. Смотрите, я живу, можно сказать так, на Ближнем Востоке, это западный мир. Западная медицина, мы идем за Америкой. В Америке есть организация, которая называется FDA. Food and Drug Administration. Это серьезнейшая организация, которая не допускает на рынок непроверенных лекарств и непроверенных продуктов питания. Это Food and Drug. Food – это питание, Drug – это лекарство. Очень тяжело пройти эту комиссию. Но то, что прошло комиссию, мы хотя бы знаем. И можно найти эти документы в свободном доступе. Какие осложнения у этого лекарства, на какие проверки прошло это лекарство, что там произошло с ним и так далее. Какие показания, какие противопоказания и так далее. БАДы, которые разрешены этой организацией FDA, это биологически активные добавки к пище. Называются пищевые добавки. Проходят проверку только на безвредность. Вот если протестировали и не ядовито, то, пожалуйста, помогает или не помогает, что-то помогает, что-то не помогает. Нету таких конкретных описаний, нету таких проверок. В тот момент, когда БАД проходит проверку на эффективность, он перестает быть БАДом, он становится лекарством. У нас есть такие вещи, есть препараты растительные, которые вошли в официальную медицину. Были когда-то БАДами, а сейчас уже официально мы их выписываем. Так, Ирина Русанова полностью согласна с Еленой Конохевич. Думаю, что врач получает не просто диплом, получает как бы разрешение на лечение людей. Да не как бы, а точно. Для этого он учился, учился всю жизнь, издает экзамен, несомненно. У меня с целителем сравнивать нельзя, у меня в семье много врачей и хирургов. Согласна с вами, совершенно согласна. Единственное, что у целителей, несомненно, есть какие-то знания, какой-то опыт, какие-то энергии в руках. Я не знаю, вот у меня что-то есть явно в руках, какая-то энергия, потому что у меня есть несколько пациентов, пожилых очень, которые приходят и очень хотят, чтобы я их посмотрела. Что значит, я посмотрела? Я должна до них дотронуться. После этого они еще год хорошо себя чувствуют. Есть такие несколько пожилых людей у меня, которые конкретно, я вижу, приходят только побыть в моих руках. Наверное, что-то есть. Я этим не умею пользоваться так никак. Я уверена, что есть целители. Я уверена, что есть альтернативные методы лечения. Я просто повторяю, что у меня лично, по большому счету, если такой целитель плохо отзывается о конвенциональной медицине, от него надо убегать, потому что это опасно. Если он не хочет, чтобы вы шли к врачу и поставили вам диагноз, это опасно. Другое дело, если вы пошли в конвенциональную медицину, вам сказали, вы здоровы, у вас все в порядке, у вас там или там есть хроническая болезнь, научитесь с этим жить. Вот тот момент. Я тоже часто иногда говорю людям. Вот сегодня сказал, да, хронический простатит. Научитесь с этим жить. Пожалуйста. Рака нет, я проверила. Идите к целителю. Если он вам сделает иглоукалывание, и это поможет, я буду счастлива. Идите к гомеопату, идите куда угодно. Но не забудьте прийти ко мне провериться через полгода, что у вас ничего плохого не возникло. Я с удовольствием, я сама направляю больных. У нас, слава богу, есть возможность в наших поликлиниках официально направить больных к альтернативным медикам. Марина, вот все болезни от нервов, только некоторые от удовольствия. Есть такое моменты. Больше 100 центров доктора-академика Бубновского избавляют от грыж позвоночники. Спасибо. Не знаю. Лариса, действительно не знаю. Грыжа позвоночника совершенно не моя тема. Близко не лежала. Онкологические клетки – это те же стволовые клетки, которые не завершили процесс дифференцировки. То есть они не превратились в какие-либо клетки каких-либо органов. Им не хватило питания. Они начали хаотично делиться и образуя опухоль. Да, им питания не хватило. Плохо мы кушали. Там намного больше теорий, конечно. Но одна из теорий говорит о том, что действительно, если мы не даем организму достаточно белка, то клетки начинают неправильно делиться. Есть такая теория. Дело в том, что у каждого человека, в каждый момент его жизни в организме есть онкологические клетки, раковые клетки. Это отходы производства. Но в нормальном организме иммунная система организма эти клетки убирает. Как происходит так, что в какой-то момент иммунная система эти клетки перестает узнавать как чужие и начинает воспринимать как свои? И вот тут-то начинается балаган. Так, Елена Канахевич. Рак – это паразитические формы, преобладают в организме. Это в союзе наблюдали врачи. Есть рак, который вызван определенными видами, например, вирусов. Рак – это вообще очень неоднородная форма болезни. Так, Ирина Беляева. Есть шанс изменить процесс. Есть шанс. Всегда есть шанс изменить процесс. Так. Света кончился. Чат, давай дальше. Есть шанс изменить процесс, это точно. Но настолько сложно с этим прорваться. Я согласна полностью. К сожалению, друзья, у нас подходит вечер к завершению. И вот еще, Нихана, можно есть парочку вопросов? Давай, давай. Интересных, которые меня даже интересуют. Действительно ли лишний вес – это проблема для возникновения заболевания? Можно на этот вопрос хотя бы коротенько? Классная штука – лишний вес. Во-первых, что значит лишний? Сколько лишний? Кто решил, что он лишний? Если по современным нормам, то если немножко лишний, то может быть никаких особых проблем и не делает человеку. Я просто хочу, чтобы вы поняли, очень избыточный вес – это избыточные жировые отложения. Избыточные жировые отложения – да, это часть метаболического синдрома. Да, есть статистически большая вероятность развития диабета, большая вероятность развития гипертонии, большая вероятность развития атеросклероза и, соответственно, всех проблем, связанных с атеросклерозом сосудов, в частности, инфаркты, инсульты и импотенции. Кроме того, в жировых клетках, в висцеральном жире, могут образовываться женские половые гормоны. Для мужчин это не то, что вы хотите, мужчины. Вы не хотите женских половых гормонов, чтобы преобладали. То есть мужчина, который имеет излишний вес, у него большая вероятность импотенции, большая вероятность нарушения мужской функции. Так, Света, я еще немножко хочу рассказать о тренинге. О еврейских религиозных законах диетарных я сегодня не буду рассказывать. Вот еще очень важный момент, который сказал Рамбам. Основной закон в питании – это умеренность. Лучше немного неполезного, чем много полезного. Вообще в жизни во всем умеренность. Света, и второй подарок тоже дай, пожалуйста, там интимное здоровье. К еде надо относиться серьезно, как к лекарству, иначе лекарства станут вашей едой. И вот тренинг, о котором мы так долго сегодня говорили и много. Онлайн – это вебинары. Вы не выходите из дома. Вы можете быть дома, вы можете быть в кафе с интернетом, вы можете быть на пляже с интернетом. Три недели, шесть вебинаров, два вебинара в неделю. Вебинары частично теоретически, в основном практические. То есть первый вебинар будет более-менее теоретический. А дальше по ходу дела будем разбирать уже конкретно проблемы каждого участника и подбираться к решению этих вопросов. Будут домашние задания. Закрытая группа ВКонтакте. Чат в Скайпе. Обратная связь в чате и в группе. Три бонусных вебинара темы выберем. В зависимости от того, что нам нужно будет для участников. Для кого? В принципе, для вас. Для всех. Как я уже говорила, сегодня у меня целевая аудитория после 35. Но если есть здесь кто-то помоложе, то я с удовольствием приму и вас. Несомненно, в районе 40-50. Это тот возраст, когда уже мы начинаем чувствовать какие-то проблемы. Но у нас еще много сил. Мы можем еще и тренироваться хорошо, и исправить многое. Даже если вы старше, чем старше, все равно можно прийти ко мне на тренинг. Потому что чем раньше вы начнете, тем в лучшей форме вы достигнете еще более старшего возраста. О питании мы разберем всю цепочку пищеварения. Я хочу, чтобы вы поняли, как оно на самом деле работает. Можете сами оценивать. Всячески масса различных рекомендаций по питанию. Вообще уши вянут. Сколько есть рекомендаций по питанию. Различных. Я хочу, чтобы вы подобрали для себя, смогли подобрать для себя именно то, что надо именно вам. В тот момент, когда вам это надо. Что кушать? В каком виде? Как? Когда? Сколько? Для чего? Еще мы научимся определять различные виды голода и утолять каждый голод тем продуктом, который надо утолять. Этот голод. Движение – это вообще отдельная проблема. Потому что все мы знаем, что надо двигаться. Я это очень хорошо знаю теоретически. Очень трудно заставить себя оторваться от интернета. Мне, в любом случае, пойти двигаться. Мы на тренинге. Конкретные у нас будут упражнения, конкретные приемы и конкретные предложения для вас, как двигаться, какие движения делать, чтобы было удобно, чтобы было хорошо. И есть техника внедрения движения в нашу жизнь. И стресс и эмоции. Очень важный момент – это научиться распознавать стресс, эффективно его предупреждать или снимать. У нас будут конкретные антистрессовые действия. И эмоции, такие как гнев и тоска, их надо просто исключать из своей жизни. А радость научиться увеличивать в нашей жизни. И мы это все будем делать на тренинге. И таким образом, в течение за три недели у вас будут в конце трех недель знания. И вас уже не смогут обмануть, я надеюсь, не смогут обмануть маркетинговые уловки. Вы будете разбираться, вы будете видеть, что вам предлагают просто. Сэкономите массу денег на ненужных диетах и специальных продуктах, и на специальных БАДах. Будут БАДы, которые нужны. Есть БАДы, которые нужны. Я буду об этом говорить. Правильные привычки. Это очень важный момент. Это практически без тренинга невозможно сделать, потому что это мы уже сегодня обсуждали. И окружение людей, которые стремятся к тому же, к чему и вы, быть здоровыми, быть активными, долголетия, со свежей головой, с активной головой, с хорошим телом. Быть молодыми всю жизнь до 120. Света, дай, пожалуйста, ссылку на товар. Если вы заказываете сейчас на вебинаре, цены намного дешевле, чем истинная реальная цена этого тренинга. Так, откуда взялся для моих подписчиков? Так, правильно. Ссылка правильная. Так, кто думает, кто хочет на тренинг? Пожалуйста, поставьте мне плюсики. Кто думает о тренинге? Кто хочет? У кого вопросы? Вопросы. Сейчас время обсуждения. Так, кто хочет на тренинг? Пожалуйста. Пожалуйста. Даниэль, замечательно. Пока горит свеча, что-то можно исправить. Переходите по ссылке. Света, еще раз ссылку дай, пожалуйста. Заказывайте, заказывайте. Теперь смотрите, что у нас еще есть. У нас первый урок тренинга, первое занятие будет не 6 декабря, а послезавтра, 2 декабря. И будет этот урок открытым, бесплатным для всех. И там я опять буду предлагать этот тренинг продажу желающим. Цена будет опять ниже его настоящей цены, но немножко выше, чем сегодня. Поэтому те, кто хотят взять тренинг по такой низкой цене, заказывайте сейчас и оплачивайте до 2 числа. Потому что 2 числа к началу урока, вводного, бесплатного, открытого урока тренинга, вот как только мы выйдем на этот урок, там цены уже изменятся. Они будут уже выше, чем сейчас. Сейчас Люба отвечу. Поэтому если вы думаете о тренинге, то прежде всего сейчас делайте заказ. Теперь я поняла вопрос про диабет, Люба, сейчас. Теперь у меня к вам следующий вопрос. Давайте сейчас отделим. Что такое скайп-бриф с обзором анализов? Что это такое? Это мы вдвоем с вами, бриф такой. Вы приносите анализы, и мы их обсуждаем. Ваши анализы. Смотрим. Вы мне даете анализы, я их проверяю. Если я в них понимаю, я сама решаю. Если я в них не понимаю, я советую с коллегами. И потом мы с вами обсуждаем ваши анализы. Даниэль, спасибо, что напомнил. Цены, которые вы сейчас видите, вы покупаете тренинг для себя и для своего супруга или супруги, или ребенка, или соседа, или соседки, или подруги, тех, кто рядом с вами оффлайн на двоих. На двоих, потому что я считаю, что люди должны… от окружения зависят очень, и если у вас не будет поддержки рядом оффлайновской, то меньше будут результаты. Поэтому на двоих. Группа ВКонтакте вдвоем заходим. То есть вы купите на себя, на свое имя, и вы приводите с собой партнера. Чат в Скайпу на двоих. Обратная связь. Второй партнер ваш, он на полных правах здесь. Я еще скажу, почему я это сделала. Мы все знаем, что люди покупают какие-то тренинги, и потом несколько человек сидит за компьютером, и как бы один учится, а остальные учатся рядом с ним. Я не хочу, чтобы люди думали, что они обманывают. Я хочу, чтобы люди учились реально. Значит, вы с кем-то, я приглашаю партнера. Из Латвии, Марина. Там масса всяких вариантов, и из Латвии тоже. Никаких проблем не было. Вы нажимаете «Оплатить», и у вас выйдет там несколько вариантов оплаты. Главное, вы закажите. Там любая система оплаты, она переводит в рубли. Можно с разных компьютеров, Даниэль. Марина, сделайте заказ, пропишите там четко свои координаты. Если у вас есть какие-то проблемы с PayPal оплатой, то с вами свяжется наш отдел продаж и поможет. Удобнее с разных компьютеров, Даниэль? Тяжело сидеть с задним компьютером? Можете с одного, как хотите. Телефон пропишите при оформлении заказа. Мы вам перезвоним и поможем. Теперь у меня следующий вопрос. Есть ли здесь в чате кто-то, кто заинтересован заработать? Если кто-то заинтересован заработать, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я тогда сейчас расскажу, как можно заработать на этом деле. Давайте так. Если кто-то заинтересован заработать, поставьте плюсики. Если не заинтересован, поставьте минусики, чтобы я примерно понимала аудиторию. Так, есть, которые заинтересованы заработать. Значит, смотрите такую вещь. Сейчас рассказываю поэтапно. Вот такой товар. Перейдите все на этот товар, пожалуйста. Это открытый урок тренинга. Спасибо. Я тоже сейчас перейду по нему и проверю, что там получается. Вот на этот товар. Сейчас я попробую показать экран. По идее, вы должны видеть мой экран сейчас. Если вы видели мой экран, поставьте плюсики, пожалуйста. Значит, вот я показываю вам экран. Вот этот товар. Открытый урок. Обратите внимание. Здесь есть такой пункт «Информация для партнера». Если у вас нет этого пункта «Информация для партнера», то, скорее всего, здесь вместо слова «Личный кабинет» у вас написано «Зарегистрироваться» или «Авторизироваться». Вот вам нужно зайти сюда, на этот товар под состояние, чтобы вы были авторизированы. То есть здесь должно быть написано слово «Личный кабинет». Вот в тот момент, когда вы зайдете в авторизированном состоянии, у вас открывается информация для партнера. И здесь есть ваша партнерская ссылка. Вот она. Вот вы берете эту вашу партнерскую ссылку, и ее вы можете распространять всеми известными вам способами, приглашая людей на бесплатное мероприятие, открытый урок тренинга по здоровью, который называется «Избираю жизнь». Люди, которым понравилась эта идея, понравится идея этого урока, они нажимают на «Заказать» бесплатно. Вы тоже можете заказать и оплатить совершенно смело, потому что это бесплатно. И в тот момент, когда человек нажал «Оплатить», у него есть вход на вебинар, который состоится 2 декабря, если захочет Бог, в 19 числов по Москве. Это будет уже занятие. Это не будет уже такой вот ответы на вопросы. Это будет занятие конкретное. Так что я приглашаю всех, кто уже оплатил прийти туда. Это занятие. Кто хочет попробовать, что такое занятие у меня, приглашаю прийти туда. и приглашаю, приглашаю туда всех ваших знакомых конкретно. Люди регистрируются, если по вашей партнерской ссылке они попадают в вашу партнерскую структуру Содружества и NetProduce. В магазине они потом, если покупают товар, любой, мой тренинг, или что-то этот тренинг, или какой-то другой тренинг мой, или чей-то другой тренинг, получаются партнерские отчисления. Это такой хороший способ заработка. Вы и людям сделаете добро, вы их приглашаете на интересное, бесплатное мероприятие. Если им понравится, они купят, вы получите свои партнерские отчисления. Вот по партнерской. Нет, ничего не надо добавлять. Если вы зашли, Надя, авторизированы, то он уже выдает вот здесь информацию для партнера. И здесь уже ссылка, вот такая ссылка полностью с цифрками. И если этот товар платный, то здесь уже есть даже написано, сколько будет ваше партнерские отчисления. Если товар бесплатный, приглашать я вам советую на бесплатное. На бесплатное. Хуже люди регистрируются. Приглашайте всегда на что-то бесплатное. И человеку приятно, и вам приятно. Человек зарегистрируется. Если ему потом наше мероприятие понравится, он что-то купит. Вот по поводу партнерской программы и возможности заработка. В принципе, на товарах магазина InetProduce. Если есть вопросы, поставьте минусики и напишите вопрос. Если нет вопросов, тогда поставьте плюсики, пожалуйста. Ни плюсов, ни минусов, вообще ничего. Все хорошо. Люба, я знаю, что ты знаешь. Где брать ссылку партнерскую? Раиса, переходите на товар. Сейчас я опять показываю вам экран. Сейчас я, вернее, пока открою товар. Вот здесь есть слово «Информация для партнера». Вот здесь кликаете. Получается, ваша партнерская ссылка. И здесь вот она есть. Вот она. Вот ее копируете. Это ваша партнерская ссылка уже полностью с вашими всеми данными. Ирина увидела? А, Раиса. Хорошо. Так, если это все понятно, я закрываю пока с экрана, возвращаюсь к презентации. Сейчас найдем нужный слайдик. Ну, здесь понятно, да? Многие люди говорят, раз уже верить в Бога, то фатализм такой. Фатализм, он очень плох. Что написано на роду, то и будет. Это преступление, это грех. Есть вид событий в жизни, которые происходят от небес, а есть все, что в наших руках. Вот то, что в наших руках мы обязаны делать. Это мы обсуждали уже. И еще очень важный момент, который я буду повторять каждый раз на тренинге и сейчас, и вообще в жизни, и на всех наших занятиях Академии Night Produce. Я приглашаю вас к перфекционизму бой. Ваши вопросы пишите, пока я отвечаю на вопрос любови по поводу диабета. Можно ли излечиться от диабета? Во-первых, диабетов есть два типа, как минимум. Есть детский, так называемый, юношеский, первого типа. И есть второго типа. Диабет первого типа. Аутоиммунное заболевание. Нарушение выработки инсулина. Там уже не излечиться. Есть сейчас сведения, что можно... Немножко какая-то профилактика диабета первого типа – это грудное вскармливание. Ребенка кормите грудным молоком. Мы об этом, может быть, будем говорить еще на тренинге. Но, в принципе, очень важный момент, чтобы ребенок, который рождается, первое, что он получал в род – это грудь матери с грудным молоком. И максимально постарайтесь кормить ребенка так, как надо – грудным молоком. Хотя бы первые там, как положено, полгода. Это хорошая профилактика, в частности, диабета первого типа. Диабет второго типа. Очень связан с образом жизни, с питанием и так далее. Я не беру на себя ответственность сказать, что можно излечиться от него. Но можно очень хорошо коррегировать его. И можно серьезно уменьшить количество необходимых принимаемых лекарств. Может быть, даже можно в каких-то случаях и отойти от лекарств. Но не самостоятельно, а с грамотным врачом, с эндокринологом. Ирина, в традиционной медицине нет, а на самом деле есть шанс. Прекрасные результаты даже при первом типе сахарного диабета. Проблема в том, что я знаю, о чем вы говорите, Ирина. Я не верю, что есть прекрасный шанс. Может быть, есть какие-то эпизодические случаи, казуистические случаи. Не знаю. Я знаю, Ирина, кто вы. Я прошу не делать рекламы себя на моем вебинаре. Договорились? Еще вопросы, пожалуйста. В 60 лет еще не все потеряно. И нужна только воля. Права, права, Люба, права. 60 лет – это половина жизни, не потерянная. Еще вопросы. Теперь у меня будут вопросы. У меня будут вопросы. Причем я вас попрошу написать в определенное конкретное место. Очень попрошу. Вот сюда. Вот сюда. Напишите, пожалуйста. Там статью откройте. Кто открыл, поставьте мне плюсики, пожалуйста. Если она открывается еще. Открывается. Спасибо, Надежда. Вот если вам не трудно, скопируйте сейчас то, что вы написали. И напишите вот туда, в эту статью. Мне важны ваши отзывы. Очень. Очень важны ваши отзывы. Спасибо. Я очень прошу написать там, что было самое важное сегодня. Что было самое интересное. Может быть, что-то улучшить надо. У нас сегодня первый наш опыт круглого стола в Содружестве NetProduce. Во-первых, я благодарю вас, что вы пришли. И очень было приятно вас видеть. Очень было интересно отвечать на ваши вопросы. Мне самой интересно развиваться тоже. Было несколько вопросов, которые подтолкнут меня к определенному развитию. Мы будем продолжать наши круглые столы не только со мной. Это новый тип мероприятий Содружества NetProduce. Каждый понедельник в 7 часов по Москве. Встреча с интересными людьми, где вы сможете задавать свои вопросы в открытом эфире. Можно задавать вопросы заранее в рассылках. Смотрите за нашими рассылками. Открывайте письма, которые мы вам шлем. Мы не шлем ерунды, поверьте. Мы стараемся дать вам интересную информацию, полезную информацию. Там будут рассылки. В рассылках по круглым столам будут предложения заполнить формы. Можно задавать вопросы, можно задавать анонимно вопросы. Разные люди разных специальностей. Если вам понравились медицинские вопросы задавать, то напишите нам, каких специальностей врачи вы хотели бы видеть. Какие вопросы еще к урологу есть ко мне, пожалуйста. Надя, вот там вот статья, там есть комментарии. Это же статья? Спасибо, Лариса. Подарки все получили? Если не получили, может быть, еще раз ссылку на подарки дать? Света, на всякий случай, еще раз ссылку на подарки, еще раз ссылку на тренинг. Продолжение следует... Вот товар, открытый урок, бесплатный, вы себе, пожалуйста, тоже запишите. И ссылку на него себе запишите. И вебинарную комнату сразу себе запишите, потому что, скорее всего, мы рассылок уже делать не будем на этот товар. А, нет, наверное, сделаем, поскольку вы людей будете приглашать. Или не сделаем, потому что там уже вебинарная комната есть. Но мы посмотрим. Еще такой маленький момент по поводу, как зарабатывать. Я вам советую с точки зрения заработков с людьми знакомиться лично, скажем, в скайпе или как-то, или, может быть, просто лично. И всегда лучше действует нормальное человеческое общение, чем ссылка какая-то где-то просто в чужих соцсетях. Так, все написали, кто хотел. Последний раз. Если есть вопросы, поставьте, пожалуйста, минусики. Я буду ждать вопрос. Если вопросов нет, то плюсики. Наталья не увидела, где писать номер телефона при заказе. Там нет такой графы. Ага. Нет такой графы. Значит, это вопрос нашему программисту. Наталья, напишите ваш телефон лично мне в скайп. Я сейчас дам скайп. Вот. Вот мой скайп. Напишите мне, у кого есть какие-то проблемы, вопросы по заказу тренинга. Во-первых, сделайте заказ. Во-вторых, там точно есть почта. Значит, почту открывайте. Там нет номера телефона. Пишите вопросы мне лично в скайп. Проблема с почтой – это катастрофа. Я сегодня делала рассылку по моей личной базе. Малюсенькая база людей, которые собраны совершенно недавно, конкретно на вебинар «Еврейские мудрецы о здоровье». То есть люди совершенно сознательно месяц назад подписывались. Открыто письма, ну, наверное, 30%, не больше. Еще мне говорят, ух, хорошая открываемость. Представляете, 30% только открыли. Значит, 70% людей, которые хотели от меня информацию, ее не получили. В свое время помогал отцу копать травки. В Литве есть прототип женьшеня, корень змеевика. Растет на болотистых местах. Николай, я абсолютно уверена, что все, что можно получить из растения, – это замечательно. Я не против. Более того, я вам скажу, что вся современная фармакология, она основана, в принципе, на растениях. Обнаруживали, что какое-то растение помогает в каких-то случаях. Потом делали анализы, потом находили активное вещество, потом его концентрировали, проверяли и так далее. Из этого сделано большинство наших лекарств. Трава – это очень хорошо. Но проблема в том, что нужно, чтобы человек умел с этими травами обращаться, чтобы он знал, какая трава, где растет, когда собирать, чтобы это было честно, чисто. Правильно, есть травники, несомненно. Все, господа, благодарю вас за внимание. Очень было приятно и интересно с вами. У кого нет вопросов, поставьте, пожалуйста, плюсики. Огромное вам спасибо за внимание. Мы будем продолжать наши встречи. Жду всех 2-го числа в комнате, в другой комнате. Там то, что написано на бесплатный вебинар. Нет, это не то. Сейчас дам. Сейчас дам. Так. Сейчас. Вот. Во-первых, вот это. А во-вторых, есть еще у меня урок. Есть урок. Как зарабатывать в Enet Produce на партнерской программе магазина. Можете в YouTube посмотреть. Вот еще раз открытый урок. Если вы думаете приобретать тренинг, я рекомендую приобретать его до открытого урока. Лично вам. Потому что на открытом уроке он будет уже чуть-чуть дороже. Несмертельно. Может быть, для многих непринципиально. Но все-таки. Лично я прощаюсь с вами. Приглашаю Свету для заключительного слова. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Нехама. Очень познавательная была у нас встреча. Друзья, напишите, пожалуйста, вам понравилось. Давайте восклицательными знаками поблагодарим Нехаму. Лично я для себя почерпнула новые моменты. И даже нашла над чем задуматься. Я однозначно иду в тренинг Нехаме. Потому что, как вы поняли, информации очень много. Разобраться достаточно сложно. Пожалуйста, поставьте плюсик, кто еще идет с нами в тренинг. Мы знали вас в лицо. Кто идет на бесплатный тренинг, и кто идет уже в тренинг, кто точно решил. Наталья. Отлично. Значит, увидимся с вами на тренинге. А кто хотел бы, но по каким-то проблемам не может. Почему-то не получается. Поставьте, пожалуйста, десяточку, кто хотел бы, но не может пока. На самом деле, действительно, очень выгодные условия у нас. Тренинг стоит 1908 рублей на двоих. Представляете? То есть, вы можете прийти со своим супругом или со своим другом. Ну, возможно, кто-то приходит, ну, может быть, с соседями, с соседкой, там, с мамой, с бабушкой, с кем-то еще. То есть, не возбраняется приводить с собой другого человека. Ведь, как известно, наша семья, наше окружение очень сильно влияют на нас. И поэтому, вот, Нихама сделала такую акцию, что приглашает именно двоих людей для того, чтобы не вступать в конфликт, когда один человек решил заняться здоровьем, а другой, допустим, протестует. Бывает же такое. Да, пожалуйста, Надежда, приходите, потому что действительно очень хорошее предложение на сегодняшний день. И настало время уже заняться собой, потому что столько времени о себе не думали, думали о чем угодно, только о своем здоровье. А оно уже кричит «Помогите!» Уже просит о помощи. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Вы потрясающе теплая, живая аудитория. Вы задали столько вопросов, даже вот на некоторые я не успела озвучить, но я обязательно их передам Нихаме. И, скорее всего, они будут озвучены на тренинге, то есть будут подробно разбираться там какие-то вопросы. для этого вы можете обратиться к ней в личку. Может быть, кто-то хочет получить личную консультацию. Нихама, дайте, пожалуйста, еще раз ваш личный скайп. Возможно, кто-то захочет лично обратиться за консультацией или за советом. Я благодарю вас еще раз. Очень приятно было сегодня общаться с вами в такой теплой обстановке. И приглашаю вас в следующий понедельник в 15 часов. У нас пока секретный спикер, тему мы не озвучиваем, но мы, скорее всего, пришлем вам к письме. Так что ждите от нас писем и обязательно задавайте нам вопросы. Задавайте нам вопросы, пишите свои пожелания, кого бы вы хотели увидеть в этой комнате, с кем бы вы хотели пообщаться в живую. Спасибо большое вам. До новых встреч. С вами была Светлана Яршова и Нехама Нина Кучерская. До свидания, друзья. Светлана Яршова Светлана Яршова и Нехама Нина Кучерская. Светлана Яршова и Нехама Нина Кучерская. Светлана Яршова Светлана Яршова